Всем привет, с вами Дина! Добро пожаловать на мой канал «Коллекция рецептов». Иногда хочется удивить своих родных каким-нибудь необычным блюдом из обычных продуктов. А поскольку проще картофеля ничего нет, то предлагаю приготовить вместе со мной картофельный рулет с ветчиной и сыром. Подавать этот рулет можно как самостоятельное горячее блюдо, так и в качестве закуски. Для начала подготовим продукты. Натираем твердый сыр на мелкой терке, желательно, если это будет пармезан. Картофель нарезаем на очень тонкие ломтики, чем тоньше, тем лучше. Для этого можно использовать специальную терку, нож для чистки овощей или просто нарезать ножом. Поскольку ветчина у меня уже тонко нарезана, остается измельчить зелень. Я взяла небольшой пучок укропа и петрушки, а также зеленый лук. Зелень в этом рецепте не обязательно, добавляйте ее по желанию. Пересыпаем нарезанную зелень в отдельную посуду и перемешиваем. Все продукты подготовлены, приступаем к приготовлению. Противень, на котором будем запекать рулет, застилаем бумагой для выпечки или, как в моем случае, тонким тефлоновым ковриком. Равномерно рассыпаем половину натертого сыра по всей поверхности противня. Поверх сыра раскладываем нарезанный картофель внахлёст так, чтобы ломтики перекрывали друг друга минимум на 1 треть. Присыпаем картофель черным молотым перцем, орегано, сушеным чесноком и смесью специй и приправ для картофеля. А поскольку сыр, ветчина и смесь специй достаточно соленый, то по своему опыту скажу, что дополнительно картофель солить не надо. Поверх картофеля равномерно рассыпаем оставшийся натертый сыр. Отправляем противень в заранее разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем до мягкости картофеля, у меня на это ушло 20 минут. Проверяем картофель вилкой, он действительно мягкий. Поверх запеченного сыром, еще горячего картофеля, наносим мягкий сливочный или творожный сыр и распределяем его равномерно по всей поверхности. Сливочный сыр придает сочность готовому блюду, а если его нет, замените густой сметаной. Сверху на сливочный сыр рассыпаем зелень, остается разложить ветчину. Так же, как и картофель, в небольшой нахлест выкладываем ломтики тонко нарезанной ветчины, заполняя 2 третьих поверхности. Аккуратно, не спеша, сворачиваем рулет, при необходимости помогая себе листом пергамента. Мягкий эластичный картофель с корочкой запеченного сыра позволяет свернуть его в рулет, поэтому чем тоньше будет нарезан картофель, тем легче вам будет это сделать. Поворачиваем рулет вдоль противня и отправляем обратно в духовку. Запекаем при той же температуре еще 15-20 минут до образования румяной сырной корочки. Картофельный рулет с ветчиной и сыром готов, достаем его из духовки. А теперь давайте разрежем и посмотрим, что получилось. Несмотря на то, что рулет еще очень горячий, он отлично держит форму и достаточно легко режется. Картофельный рулет с начинкой – это всегда вкусно и необычно. Вместо ветчины можно использовать любую другую начинку на ваш вкус – грибы, овощи, готовую измельченную курицу, рыбу или мясо. Это несложное в приготовлении блюдо получается очень вкусное, сытное и оригинальное. Румяный картофель с ароматной сырной корочкой и сочной начинкой никого не оставит равнодушным. Подаем рулет с овощами, свежей зеленью и наслаждаемся результатом. Желаю всем приятного аппетита! Если вам понравился этот рулет – ставьте лайк, делитесь видео с друзьями и пишите свои комментарии. Подписывайтесь на мой YouTube канал «Коллекция рецептов» и нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. У меня на канале есть и другие рецепты блюд с картофелем, все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина, до новых встреч, до новых вкусных рецептов! Субтитры создавал DimaTorzok